Карга-культ Наверняка вам доводилось о нем слышать Культ даров небесных В период Второй мировой войны на острова Меланезии было десантировано множество грузов Для обеспечения нужд армии После того, как война закончилась, воздушные базы опустили Туземцы начали грустить, ведь одежда, провизия и прочие предметы промышленного производства Перестали пребывать с моря и неба А что делали военные для привлечения больших железных птиц с грузом? Правильно, одевали наушники, ходили строем, махали специальными приспособлениями на взлетно-посадочной полосе Следовательно, для привлечения новых самолетов нужно делать все то же самое Большинству современных людей подобный ход мыслей покажется невероятным абсурдом отсталого общества Откровенным предметом насмешек пародией на объективную реальность Однако, согласно социологическим исследованиям, большая часть россиян Относит себя к тем или иным религиозным течениям И имеет свои ритуалы, за насмешку над которыми вы рискуете стать нарушителем закона Но есть ли принципиальная разница между верой в богоподобных железных птиц, приносящих небесные дары И верой в то, что участвуя в таинстве Евхаристии, употребляя в пищу хлеб и вино, вы поглощаете тело и кровь своего бога Кушение хлеба и вина, освященных в таинстве Евхаристии, через приобщение подлинного тела и подлинной крови Господней Более того, регулярные акты подобного ритуального каннибализма необходимы для некого спасения души И через это приобщение мы обретаем великую силу Бог входит в нас О, Господи, войди в меня Он наши немощи исправляет, грехи наши прощает Ладно, прощаю Но будучи в состоянии женской нечистоты, так служители культа называют менструацию Вы не имеете права вкушать плоть своего бога, ведь причастившись вы оскверните таинство Представители христианства частенько клеймят иные, не столь традиционные религии и различные суеверия От гороскопов до саентологии и даже пародийных религий, как пастафарианство Да простит их летающий макаронный монстр Макаронники, соус надо? Астрология, это есть мерзость перед Богом Приезжают мормоны, приезжают иеговисты, раньше они все сидели по тюрьмам Собирайте народ, громите эту секту, приезжайте туда Я считаю, что крест не вновь, когда сочерпал Россию И до бюджета писает, что сочерпал Россию И до бюджета писает, что сочерпал Россию Поэтому собираем все, что сочерпал Россию Так есть ли принципиальные отличия в системах убеждений различных религиозных и околорелигиозных культов? Давайте разберемся Человеческий мозг приспособлен к поиску взаимосвязей Совершенно не обязательно реально существующих Люди видят лица на Марсе и послания инопланетных цивилизаций на штукатуренных стенах Проидолея заставляет нас видеть лики святых на гренках и анусах собак А звуковые иллюзии помогут вам постичь тайный смысл заглавной темы Скайрима Люди видят взаимосвязь там, где ее нет И далеко не все понимают, что после не значит вследствие Черт, да люди умудрились разделиться на два лагеря даже из-за фотографии платья С такими-то погрешностями восприятия нет ничего удивительного в том, что люди Обходят стороной черных кошек, плюют через левое плечо, находят гороскопы состоятельными И возносят молитвы сверхъестественным сущностям Вопрос в том, как же быть, когда ты не веришь своему собственному восприятию И отвергаешь то, что другие принимают как должное Нужно проверять С одними утверждениями дела обстоят проще Например, эволюционное развитие жизни на Земле Тезис, все существующие формы жизни имели общего предка выдвинут не на пустом месте Невообразимое число биогеографических, морфологических, палеонтологических, филогенетических Наконец, генетических и прочих-прочих доказательств От параллельной эволюции на различных островах До абсолютной схожести ретровирусных вставок в геномах человека и шимпанзе Собственно, совокупность всех доказательств и позволяет говорить об эволюции Как о факте, признанном научным сообществом В случае с эволюционным развитием жизни на Земле Мы можем создать модель, отражающую реальность И на основе данной модели делать достоверные прогнозы Это и будет максимальным приближением к истине, соответствию объективной реальности Для этого и нужна научная методология Другие утверждения принципиально недоказуемы и неопровержимы Как, например, всем известный чайник Рассела, который вращается между Землей и Марсом Вокруг Солнца по эллиптической орбите Вероятно, нас сотворил именно этот фарфоровый чайник Но он слишком мал, чтобы обнаружить его в телескоп Мы не можем доказать его отсутствие, равно как и его наличие Поэтому изначально доказательство должен приводить человек, делающий утверждение С принципиальной неопровержимостью как раз и связана проблема конкретных богов Как только бог пристает быть спекулятивно-абстрактным нечто Он становится нежизнеспособным К примеру, утверждение о том, что установка алтаря бога-громовержца Перуна Увеличить число попаданий молний в громад вот рядом с этим алтарем уже проверяемо Проведя сотни испытаний, мы обнаружим, что Перун перестал владеть молниями И стал абстрактным богом-наблюдателем Но для скептика и здесь не все так плохо Если сама идея некого абстрактного бога неопровержима То отдельные следствия, которые претендуют на достоверность Могут и должны проверяться Конечно, только если вы нечестный христианин В таком случае они просто и бездоказательно принимаются как факты К таким следствиям относятся утверждения о непорочном зачатии Опровергающим абсолютно все знания о репродуктивных функциях человека Получается, Иисус имел 23 хромосомы вместо положенных 46 Или Мария каким-то неведомым образом перешла к фартеногенезу Так называемому девственному размножению, характерному для некоторых видов ящериц и муравьев Правда, в этом случае Иисус был бы женщиной Невероятное фэнтези Хотя... Партеногенез характерен для ящериц Рептилоиды! Нужно срочно звонить в РЕН-ТВ! У меня для них новый сюжет! К таким же, абсолютно фантастическим заявлениям Которые, тем не менее, верующие принимают как реально происходившие явления Относятся утверждения о Вознесении В вертикальном взлете их Бога, которое празднуется каждый год Сюда же идет охваченный огнем говорящий терновый куст, который видел Моисей Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая Сам факт того, что первый приказ всемогущего Творца Вселенной, обращенный к Моисею Это разуться и идти по земле босиком Лично меня заставил бы усомниться в качестве выкуренного горячего куста Ну и что, Моисей не жаловался? Или можем взять Ноя в ковчег и пофантазировать на тему того, как судно размером 300 локтей в длину, 50 в ширину и 30 в высоту Вместило бы в себя по миллиону 300 членистоногих и около 10 тысяч позвоночных, не считая рыб При этом у каждого животного по паре Даже ребенку понятна абсурдность такой истории, в которой, кстати, у некоторых животных было не по паре, а по семи пар Ведь они пригодны для жертвоприношения, которое и совершил Ной всесожжением Ну, или совершил бы... Существует 950-летний мужик на самом деле Соблазн подобных утверждений в их претензиях на реальное существование Но как только вы проявите хоть толику критического мышления в адрес библейского фэнтези Вы прослывете безбодным кощунникам и наверняка оскорбите чьи-нибудь религиозные чувства Забавно, что при этом оскорбленных не волнует чувства туземцев, ожидающих большую железную птицу Это табу на обсуждение традиционных религиозных воззрений Достаточно забавная вещь, ведь никто не сочтет кощунственным объяснение туземцам настоящей природы самолета Как вы смеете говорить мне, что большие железные птицы созданы вами? Они пришли сюда, ведомые душами моих предков Вы посягаетесь на то, во что я верю Как вы смеете говорить о том, что мы произошли от обезьян И непорочное зачатие два тысячелетия тому назад невозможно Вы посягаетесь на мою веру Но аналогичное разъяснение смехотворности другого рода воззрений Это уже табу и даже статья Не Христ Скептицизм и научное мировоззрение именно поэтому так важны для формирования Объективной картины мира и обличения откровенной чепухи Но далеко не всем по нраву строить свое мировосприятие На основе точных данных и доказательств Многие предпочтут не замечать самых абсурдных нелепостей Лишь бы держать в сохранности свой маленький уютный мирок Для таких людей скептики самые нежеланные гости Ведь они, такие сволочи, требуют доказательств, обоснования И вообще заставляют сомневаться Потом приходится сидеть и укреплять свою веру Если кто-то вот не верит Нет, вера никакой Он должен, если хочет, вас заметить Остаться наедине Я вот еще и рекомендую выключить свет И обратиться к Богу Черт, простите, эсэмэска В адрес скептицизма как такового Мне доводилось слышать упрек буриданного осла Мол, критическое мышление уничтожает все прекрасное, возвышенное и одухотворенное А сам скептик – это осел, стоящий между двух стогов с сеном И не решающийся подойти хоть к одному Такой осел умрет от истощения Что же с данной философской метафорой не так? Ну, начнем с того, что в ней идея выступает как равноценные Релятивистские, когда в реальном мире дела обстоят несколько сложнее И двумя стогами дело, как правило, не ограничивается Предположим, что стог не один Их десятки, сотни, тысячи Некоторые из них отравлены Некоторые иллюзорны Другие и вовсе не стога, а ловушки для наивных ослов При таких обстоятельствах в реальности скептицизм не только оправдан, но и необходим здравомыслящему человеку Мне также непонятно возражение людей о некой нечувствительности или отсутствии восторженности и творчества Среди скептиков и людей с научным мировоззрением Вот объясните мне, как понимание природы тех или иных явлений влияет на их субъективную ценность Как понимание процессов дофаминергической мотивации к формированию устойчивых парных связей Того, что люди поэтично называют любовью, влияет на субъективную ценность этой самой любви Разве понимание принципа работы двигателя, вашего автомобиля или мотоцикла Влияет на удовольствие, получаемое от езды Понимание истинной природы явлений и взаимодействий окружающего мира Как раз и является прекрасным источником воодушевления, вдохновения и творческого поиска А в реальном познании не обойтись без научного скептицизма Мой тезис предельно прост Любая система убеждений, не основанная на объективной реальности Будет абсолютно равнозначна другой такой же системе убеждений Для меня смехотворна попытка носителей одних верований раскритиковать другие верования Лишь потому, что те вступили в конфликт В таких спорах и речи не идет о соответствии действительности Стороны занимаются убогой софистикой и навязыванием именно своих убеждений Убеждений, равноудаленных от объективной реальности Возвращаясь к карго-культам, все же хочется отметить принципиальную разницу между поклонением самолетам и вознесением молитв сверхъестественным сущностям Объективно, самолеты все-таки существуют Будьте критичны И долго вы будете ждать свои самолеты? Ну вы, христиане, вот уже два тысячелетия ждете своего Иисуса Нам-то чего жаловаться? Сука Ах да, пару слов о причастии Истинно, истинно говорю вам Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его То не будете иметь в себе жизни Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную И я воскрешу его в последний день Ну аха-ха-ха-ха!